Добрый день. Я всех приветствую. Да, я Дмитрий Данилов. Я занимаюсь исследованием истории, философии йоги. И мой доклад посвящен теме тхьяна, который часто переводят как медитация. Но вот в тему нашей конференции, и я очень благодарен, что есть сходознавство в рамках этой конференции, очень часто термин «медитация» используется в качестве перевода тхьяны, но имеет самые разные значения. И эти значения настолько разные, что иногда противоречат друг другу. То есть это и размышление, и концентрация, и рефлексия, и актуализация, и в некоторых случаях даже молитва. Целью моего исследования является как раз изучить все ранние первоисточники, которые используют этот термин, до йога-сутр, патанжаве, собственно, ключевой текст йога-даршин, философии йоги, и где, в каком смысле этот термин упоминался. Значит, если йога-сутры изучены очень тщательно, и такими знаменитыми исследователями-индологами XX века, Дасгупта, Радхакришна, Мерчеля Ада, и множеством современников наших, есть и на Украине исследователь, там, Андрей Григорьевич Сафронов, то вот ранние тексты Ригведа, Ригведы, Панишады не так тщательно изучены. И, собственно, я как раз хотел бы показать в рамках этого доклада, каким значением наделялся этот термин вот в разные исторические периоды. Если посмотреть этимологию слова «тьяна», то оно состоит из корня «тьяй» или «тхи» в европейской драматической традиции, и который, этот термин означает «думать». В английском, собственно, сохранился тот же самый корень, только «д» оглушается, получается «тхинг», «to think». «Думать», к нему добавляется суффикс «ана», то есть вот как раз получается наша отечественная дума «ание», то есть тот же самый суффикс. И, в принципе, мы имеем, ну, этимологически термин «хяна» очень просто можно перевести на русский язык, здесь не нужно какие-то добавлять дополнительные коннотации вот из невысказанного как раз в духе конференции, да. Если копать глубже, да, в историю и смотреть первые источники, которые, значит, используют этот корень, то это Ригведа, конечно же, самый сакральный текст индийской мысли. И в этом тексте термин «тхиана» не упоминается, тем не менее уже в нем многократно упоминается корень «тхи», вот тот самый корень, что и в «тхиане». И, значит, ну, да, вот, собственно, три периода, которые я исследовал. И вот при анализе Ригведы в этих гимнах можно увидеть, как, собственно, употреблялся этот корень. И, значит, если проанализировать эти гимны, то мы увидим, что «тхи» означает, и это очень интересно, некое прозрение, некоторое такое поэтическое прозрение. В некоторых случаях можно сказать, что это некое видение, такое вот интуитивное, или, как часто его переводят, вот, или Заренкова на русский язык, значит, Рену, Гонда. Это такое вот поэтическое озарение, некоторое видение получено в результате некоторого такого вдохновения, такое, вот такое видение, да. И в примеры, вот, собственно, один из примеров, допустим, божества Рипку создали колесницу, которая не переворачивается, путешествует по небу и не переворачивается. И, вот, собственно, технологию, когда они получили эту технологию, они ее увидели с помощью «тхи», да, то есть, и она как бы вдруг появилась, да, то есть, они как бы на тему думали, и она появилась. Вот. Ну, в таком смысле понимается этот термин. Более поздний период, в период Упанишад, во-первых, в Упанишадах впервые встречается сам термин «тхиана». Причем в Майтри Упанишаде, ой, в Майтри Упанишаде уже говорится о шестиступенчатой йоге, и в том числе упоминается «тхиана». Кроме этого, «тхиана» уже поясняется, если в «тхиане» используется как некоторое видение, которое произошло, да, то есть, человек как бы не видел и вдруг увидел, вдруг прозрел, вдруг вдохновился, да, этим образом, то в Упанишаде отдаются уже конкретные рекомендации, и «тхиана» рассматривается как процесс познавания, да, то есть, в принципе, в Риквете тоже элемент познавания есть, потому что если до этого человек колесницу, боги не видели колесницу, да, то они теперь получили новое знание о том, как ее сделать. В Упанишаде же это новое знание получается с усилием самого человека. И, ну, конкретных рекомендаций в Упанишаде еще не дается, да, если Упанишаде носит такой больше мистический характер, и сами техники, они описываются метафорически, то есть, в, допустим, в Шветошватарию Упанишаде, «тхиана» — это некий процесс, то есть, это видение огня в дощечках, которые трут для получения огня. То есть, огня еще нет, но мы его, как бы, это такое метафизическое видение, да, как бы этого, сути этих дощечек, да, таква, таковости дощечек. В, значит, в Майдре Упанишаде есть тоже красивая метафора по поводу того, что «тхиана» — это, собственно, процесс направления стрелы разума в неведение, во тьму, да. И опять у нас, как бы, есть пояснение «тхианы» как процесса получения нового знания. Ну и, опять же, дается такое красивое метафорическое описание по поводу того, куда направить, собственно, разум для того, чтобы получить новое знание, да, его нужно направить во тьму. И в Чандоге Упанишаде, вот здесь упоминается только самое раннее Упанишаде, которое вот были до йога-сутр, в Чандоге Упанишаде тоже интересно уже в то время, да, это где-то шестой-седьмой век до нашей эры, и в Упанишадах уже говорится, не как не говорится, а сопоставляются разные процессы сознания. То есть говорится о том, что «тхиана», да, вот думание, некое, больше, чем «читта», то есть сознание. Да, то есть есть некоторое базовое состояние сознания, и процесс думания, он, как бы, больше, чем это состояние. Но и думание, в свою очередь, меньшее, чем «виджняна». Да, «виджняна» — это то же самое, что и «знание», то есть у нас «д» приводит «зе», да, «джняна» — «знание», а «виджняна» — такое «вызнание», да, то есть, ну, по сути, как бы, понимание, да, то есть вы не знали и вызнали что-то, поняли, да, причем поняли путем тхиана, думания, то есть некое состояние сознания «читта», тхианный процесс думания, выводящий человека из этого состояния, и «виджняна» — некоторый процесс уже узнанного, да. Кстати, вот, наверное, «виджняна» и более последовательное русское слово «узнанное». И, собственно, вот уже в чем-то долгие мы решили, эти три термина сопоставляются между собой, и простраивается иерархия между этими тремя процессами. И последний период, собственно, сам период, на котором базируется вся философия йоги, йога-сутры Патанджири, да, как йога-даршина, как одна из шести ортодоксальных систем индийской философии, и в йога-сутрах тхиана упоминается четыре раза и несколько раз посудно, и я выделяю только две сутры, где, собственно, определяется тхиана, на мой взгляд, они ключевые, значит, в третьей главе тхиана есть непрерывное течение познавания предмета, да, то есть, собственно, разум уже направлен, то есть он находится в процессе познавания, и получается, что в йога-сутрах Патанджали дает уже очень емкое определение того, что такое тхиана, да, то есть уже никаких метафор, уже четкое определение самой практики, вот этого думания, познавания, да, где сознание уже тотально вовлечено в этот процесс познавания. И вторая сутра — это во второй главе, где, на мой взгляд, эта фраза вообще феноменальная, и вот как-то я не встречал ссылок и разбор этой сутры подробно, значит, это, ну, там, где говорится, что эти притки могут быть уничтожены с помощью тхиана, да, перевод веканда. Почему это определение фундаментально? Потому что, если вы помните, йога-сутра начинается с определения йоги, где говорится, что йога чит в рите не ротно, то есть йога — это освобождение читы вот в рите, да, и здесь в этой сутре говорится, что тхиана уничтожает в рите. Соответственно, мы можем сказать, что йога — это и есть процесс тхиана, да, то есть думание и есть йога, да, то есть устроение некоторых врите заблуждение, да, то есть врити от корня то есть какие-то обращения, завихрения, да, завихрение, тоже туда же, это однокоренное слово, в русском, да? То есть вот эти завихрения, по сути йоги должен направить свой разум на познавание чего-то запредельного, неизвестного, и это как раз устраняет какие-то заблуждения, да, и это и есть йога, и это и есть я. 3 минуты осталось инконклюжен в итоге хотелось бы отвести итоги как вы поняли очень есть много заблуждений по поводу определения термина медитация с этим словом мы говорим медитация и подразумеваем практически все что это можно но если исследовать сами тексты йога сутр философии йоги и те тексты на которые не ссылаются а так как йога является афротоксальной системой философии то она ссылается на шутки то есть тексты Вет и Упанишат то вот в понимании тьяны в понятии тьяны содержатся те смыслы которые я озвучил которые уже содержатся в Ригведе и в Упанишат и при использовании этого термина тьяна или медитация в йоговском понимании очень важно пояснять в каком значении мы его используем в значении Упанишат или в значении Вет или в значении йога сутр Патанджа Ну все Спасибо 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 Спасибо.